Приветствую вас, друзья мои. Видите, это Дукалис Сергей Селин, известная личность. Его пригласили на съёмку, где, в общем-то, надо было сказать, что российские города там умирают, погибают. Я потом включу, вы посмотрите. В целом же я хочу проанализировать ситуацию, прав он, не прав. Это постановка или это действительно имело место быть, и Сергей Селин явился героем. Я вынуждена разочаровать, именно разочаровать россиян и, более того, выразить или же высказать своё опасение тому, что происходит на данном этапе в России. Это не только в России. Поверьте, на данном этапе идёт борьба за место под солнцем. Я вот скажу, что я герой, и мне, так сказать, и съёмочки будут, и эфиры будут, и всё, что, скажем, зачем, в общем-то, борются другие или за что другие борются. Крайне некрасиво. Здесь налицо отзеркаливание. То есть, понимаете, мы смотрим в зеркало, и одни люди смотрят в зеркало. Мы сюда можем, вот понимаете, можно сюда даже шамана. Шаман, он чётко смотрит в своё отражение, и он это отражение транслирует на массы. Да, шамана будут цитировать на шамане. Сейчас вырастают, растут дети, то есть новое поколение, ну и поколение, скажем так, из Советского Союза. Ну и в целом люди, у которых в судьбе, вот знаете, вот эта жилка родовая, корни, они, скажем, рано или поздно, они будут всё-таки шевелиться. Ну, они уже шевелятся в таком хорошем смысле. Не надо меня где-то поправлять. То, что вижу по энергии, то, как говорится, даю, да. Ну, а Сергей Селин – это отзеркаливание. Он хочет, он ищет, как же отзеркалить или как, что, где сказать, чтобы тоже попасть вот в эту обойму тех артистов, которые сейчас заняли вот эту освободившуюся нишу после всех убегантов. Простите, это у Сергея Селина очень-очень сильно просто кричит. Вот, понимаете, это кричит. У меня застой. У меня застой. Я должен перейти на другой уровень. Да, было всё прекрасно. У него были шикарные периоды, когда он был на слуху, когда он делал всё правильно. Человек со знаниями. Не буду в это, скажем так, углубляться. Скажу только одно, что сейчас ему 62-63 года. И вот этот, не хочу ещё говорить, но скажу, вам будет тогда понятно. По штрих-коду перевёртыш. Где-то, скажем, схватить то, что уже вроде как разобрали. Да, уже все получили свои коврижки, свои медали. Ну, Яна Поплавская, она вообще молодец. Хотя она достаточно сложная, с таким тяжёлым характером, со своей непримиримостью, с агрессивной непримиримостью. Но она заняла свою нишу, и она прекрасно идёт. Она не думает, она не пишет сценарий. Она так живёт. То, что случилось с Сергеем Сеселином, это сценарный план. Я думаю, что постарались скорее... Я предполагаю, постарались скорее всего, может быть, продюсеры, которые на нём зарабатывают. А кроме того, Сергей Селин, те, кто меня постоянно слушает, если вы не понимаете, о чём я, ну, посмотрите несколько моих прямых эфиров, посмотрите, какие-то мои программы, чтобы понять, о чём я говорю. Потому что, если я начну повторяться, это будет неуважением к моим постоянным подписчикам. Но я повторюсь кратенько. Есть такой фильм «Табор уходит в небо». Помните, да, когда барин бежит, прям ловит цыганку, и они уходят, уезжают на лошадях, и он ей кричит вслед. «Что ж вы за люди такие? Куда вы всё время бежите?» И она ему отвечает. «На край света, барин». И он ей кричит. «Зачем? Чтоб дойти и вернуться?» Так вот, Сергей Селин дошёл до этого края, и он хочет вернуться. То есть он хочет закольцеваться. Это с точки зрения нумерологических пониманий. Кстати, очень много нумеролога. У каждого своя трактовка. Она имеет место быть. У меня она несколько своя. Так вот, Сергей Селин дошёл на край света. И, в общем-то, здесь или же устоять на этом краю света, и дальше не будет движения, или всё-таки, как говорится, закольцеваться и пойти на другой, скажем, опять, опять попасть вот в эту обойму. Ну, я думаю, что у него это удастся, потому что хорошее у него партнёрство. Вот этот перевёртыш, как я его называю, если брать нумерологию, сюда хороша шестёрочка. Но, конечно же, сложно ему будет. Его, конечно же, будут пинать, его будут критиковать. А человек, он больше такой сам себя жирающий, и он родился 12 числа, а это отзеркаливание. Понимаете, если бы это было 21 числа, например, он родился, то его бы вообще заклевали. А здесь он как бы получает некие ковришки, некие подарочки за то, что он выступил в такой роли актёра, который не согласился с позицией продюсера, за сценарий, за который, конечно же, ему якобы должны были заплатить деньги. Я думаю, что это будет где-то место, это будет иметь место, но факт то, что это перевёртыш. Я буду смотреть со стороны, где-то что-то я буду останавливать и буду, скажем, комментировать, чтобы было понятно. Этого навалом и у нас в Беларуси, и в России, и сейчас во всём свете, во всём мире. Есть у нас ТикТоки, и когда я смотрю ТикТоки, и у нас появились такие шалёные пенсионеры, которые за лайки готовы продать мать родную, да и молодёжи много, и начинают снимать какую-то ахинею, это ж надо, до чего там довёл, например, Лукашенко. Вы посмотрите, полные магазины продуктов. Ну, это такой пример. Но магазины продуктов полные во всём мире, не надо обеднять там и Америку, и всех остальных. Слава богу, промышленность везде работает, вопрос в цене. Ну, это я так, немножечко, скажем так, отступление, чтобы вы потом не бросали камень. А вот расскажите, что у вас в Беларуси. У нас в Беларуси тоже достаточно перегибов, достаточно, как я говорю, шалёных в таком... Ну, пусть будет в хорошем смысле людей, которые за лайки, за какой-то... за подписки, если хотите. Но, как говорится, вылазят, выпрыгивают из штанишек. Это тот случай. Простите меня, я говорю то, что я вижу. Я не буду сейчас просматривать его... Делать, вернее, психологический анализ, анализ матрицы, просчитывать. Это просто на... вот просто кричит даже по штрих-коду. Человек был на высоком уровне, и вдруг последние лет десять... Да, он где-то что-то делает, но не так он знаменит. И вроде как бы человек дошёл вот до этого края, как говорится, жизни, да? Он решил, скажем, закольцеваться, то есть занять свою нишу. Давайте послушаем, о чём он говорит. Напомню, его якобы пригласили на съёмку, дали сценарий. Очень интересно получается. Обычно сценарий всегда актёру дают до того, как он приходит на съёмку. Ну, согласитесь, да? Да, и я сама, скажем так, периодически где-то снимаюсь, и мне всегда присылают сценарный план. И есть пометки, где я могу что-то своё сказать, да? Но есть некий сценарный план, от которого человек, а тем более такой актёр, как Сергей Селин, он не имеет права отходить. Здесь же мы видим, что он якобы читает этот сценарный план впервые. То есть он сел, скажем, перед камерой, и он читает сценарный план, который мы видим, он видит в первый раз. Слушаем. Секундочку, вот здесь по тексту написано. Да, можно я прочту его, да? И вот эти небольшие городки, в которых, кажется, время застыло с тех пор, как о них писали великие Гоголь и Чехов. Я сам вырос в таком небольшом городке. Мне кажется, мне особенно больно смотреть, как они умирают у нас на глазах. Я хочу это изменить, чтобы люди не бежали от нищеты и беспроцветности. Вот знаете, ребят, моя работа – это не врать людям, а говорить им максимально, как можно больше максимальной правды. Если вы не верите в то, что мы с вами говорим, давайте вы, как артист, должны сделать это правдой. Ну, то есть, чтобы вы посмотрели, да, написано правдой. Марика Горда действительно в беде. Мы не оказались в беде. Мы на определенном этапе. Мы молодая страна. И я хочу сказать тебе, молодой парень, не смей становиться на нашем пути. Посмотрите, как сделана съемка. Понятно, что это запланировано. Смотрите, давайте еще разочек. Сейчас, еще разок. В беде. Мы на определенном этапе. Смотрите, он закрылся, да, то есть это понятно. То, что человек, ну, так ему удобно, да, он чувствует, что что-то не то происходит, хотя он к этому готов. Но говорить о том, что умирают города и где-то там в глубинке, бог знает, не то происходит. Ну, друзья мои, ну, это же ведь действительно так. Правда. И я вам скажу честно, очень многие блогеры уже, скажем, разобрали вот этот диалог, якобы эту съемку Сергея Селина. Ну, они разобрались с той точки зрения, что, дескать, зачем надо было ввязываться в эту съемку. Ну, это понятно. Но никто не обратил внимания, что попытка вот этого, скажем так, опуса выйти таким героем, да, что, дескать, я за Россию, и вы тут все враги. А ведь Селин, они даже не подозревали, что он сказал правду. Согласитесь, да? Ведь действительно, что делается? Вы посмотрите, что делается в российских городах, да и не только в российских городах. Давайте возьмем даже тоже постсоветское пространство. Разница-то небольшая. Разница только в президентах. Давайте вот так. И здесь, обратите внимание, вот он сейчас закрылся. Он находится на дальнем плане, то есть туда, вглубь, наблюдаем. Пусть звук будет. Мы молодая страна. Я хочу сказать тебе. Оп, заметили, да? Тут же, хоп, такой, знаете, близкий план. Вот он, Селин. Вот, пожалуйста, вот он, мы вам его показываем. Понимаете, о чем говорю? То есть постановочная съемка. Умирают города, люди бегут от нищеты. Да не умирают они города. Ну, в конце концов, ну что ты толтычешь об одном и том же? Они умирают, умирают. Ну где ты видел умирающие города? Прямо. Давайте по сценарию. Мы по нему работаем. Все круто, классно. У вас есть текст. Вы такой. Я Сергей Селин. Вот так вот. То есть давайте быстренько отработаем. У нас есть сценарий. Все круто. Я Сергей Селин. Ну, друзья мои, ну это же так не делается. Полностью, полная постановка. Изначально продумано. Как, что, как его будут снимать. А теперь давай мы тебя покажем крупным планом. А сейчас мы тебя дальше, ну, на задний план дадим. Смотрим дальше. Ну и все хорошо. Я сейчас встану и иду. Поним? Ты сейчас договоришься на меня. Ну, мы с вами договорились. Вы ведете по этим городам. Подожди, я твой. Вы ведете по этим городам. Я твой вариант. Твой вариант отработал, отработал. Теперь мой вариант. Я еще раз говорю. Я хочу услышать. И чтобы зритель услышал мой вариант. Мое представление о событиях, которые происходят в нашей стране. Очень классно, Сергей. То есть здесь якобы, да, я готов, да. Ну, это, вы знаете, это не поддается никакой критике, дорогие мои. Правда. Я вот на это все смотрю. И, ну, вот этот штрих-код с шестеркой, да. Вот этот перевертый 63, да. Вот 12 марта будет. Ну, мягко говоря, это не выдерживает никакой критики. А теперь внимание. Сергей Селин родился 12 марта 1961 года. Это Воронеж. Смотрим по числу души. Кто у нас, Сергей Селин? Итак, считаем так. Пятерка. Пятерочка, дорогие мои. Кто не смотрел мои программы в 2023 году, посмотрите. Пятерки сейчас очень сильно страдают. Они попадают в какие-то такие ситуации, где им указывают их место. Понимаете? И вот вам, пожалуйста, вспоминайте. Шойгу. Очень много людей, о которых я рассказывала на протяжении всего 23 года. И сейчас перед затмением Сергей Селин попадает вот в эту же пятерку. Представляете? Другое дело, когда у вас есть эта пятерка, но эту пятерку вы не выпячиваете никуда. Но если вдруг на вашу пятерку кто-то будет претендовать, представьте, да? Ну, вот, например, квартира у вас номер 23, 5 или еще что-то. И, кстати, может человек именно с пятеркой на это претендовать. Но однозначно человек получит, грубо говоря, по кармической, ну, не хочется говорить, заднице. Но, в общем-то, кармическая отработка будет очень сложная в этом плане. И Сергей Селин, ну, здесь ни дать ни взять, он просто попал. Ну, хотелось славы, хотелось быть правильным, хотелось реализоваться. Хотелось перейти на некий партнерский уровень. Но ведь у него и так было все нормально. Он чуть-чуть не дождался, понимаете? Чуть-чуть. Вот надо было буквально капельку хотя бы подождать, может быть, до 5 марта. Или еще до, ну, хотя бы, ну, пусть до 5-го, до 7 марта. А потом он бы и так был востребован. Но вот эта ниша, когда идет смена затмений. Вы знаете, что сейчас затмение у нас вот будет уже в знаке Овен. А это знаки огня. И если рассматривать самого Сергея Селина в таком варианте, ну, астрологическом, да, ну, здесь, конечно же, он, ну, к сожалению, видите, как, да, он на слуху, он такой-сякой, хороший, да, как актер. Но немножко Венера там падает. Она в изгнании находится, если говорить чисто по астрологии. И это не срабатывает. А еще там Ирак находится в падении. И Марс там сидит в этом падении, да, с точки зрения астрологии. И Нептун в Скорпионе. И, ну, хочешь, не хочешь, бывают какие-то у него по жизни моменты, когда Сергей Селин как бы сам себя жалит, сам себя опускает, если можно так сказать, да. Может быть, это какие-то моменты. Знаете, очень важно, чтобы ты находился, может быть, один в какой-то обстановке, может быть, еще где-то как-то. Но Селин, он всегда на протяжении всей жизни, он как партнер идет. Но он все время, да, он интересен, за ним наблюдают, его, скажем так, восхищаются, его запоминают. Очень яркий Дукалис, Дукалис, да. Вот здесь ему повезло. Но в целом смотрят Дукалис, Дукалис, но говорят, ну, вот этот там кто-то лучше, да. Вот он красивше, да. Но вот Дукалис, вот он за счет энергии вот этой вот нептуновской, да, нептунианской будет, правильно сказать, он поддерживает как бы вот этот актерский состав. Но на данном этапе, к сожалению, здесь ему не повезло. Однозначно. Можете понаблюдать дальше и послушать. Давайте я сейчас поставлю с самого начала. Секундочку, вот здесь по тексту написано, да, можно я прочту его, да? И вот эти небольшие городки, в которых, кажется, время застыло с тех пор, как о них писали великие Гоголь и Чехов. Я сам вырос в таком, в таком небольшом городке, мне кажется, мне особенно больно смотреть, как они умирают у нас на глазах. Я хочу это изменить, чтобы люди не бежали от нищеты и беспроцветности. Вы знаете, ребят, моя работа, это не врать людям, а говорить им максимально, как можно больше максимальной правды. Съемка, да? Близкий план такой. Вы не верите в то, что мы с вами говорим. Давайте, вы как артист, должны сделать это правдой. Ну, то есть, чтобы люди посмотрели, такие, о, ну, да, написанная правда. Марика Гернат действительно в беде. Мы не оказались в беде. Мы на определенном этапе. Мы молодая страна. Я хочу сказать тебе, молодой парень. Блядь, близкий план. Смотрите, как близко. Смотрите, вот он, герой нашего времени. Понимаешь? Вот этот вариант сценария, который ты предлагаешь, мне не очень нравится. Давайте просто по нему. В России умирают города, люди бегут от нищеты. Да не умирают они города. Ну, в конце концов, ну что ты толтычешь об одном и том же? Они умирают, умирают. Ну, где ты видел умирающие города? Прямо. Давайте по сценарию. Мы будем работать. Ну, конечно же, нет умирающих городов. Нет того, что люди, как когда-то в революцию или другие времена, в годы Великой Отечественной, шли с котонками передвижения. Этого нет. Правильно? Здесь перебор. Но это так задумано. Понимаете? Мне очень интересно. По идее, вот этим, скажем, опусом должен, наверное, заинтересоваться Бастрыкин. Найти вот эту компанию, которая пыталась, скажем, ну, создать какой-то, может быть, провокационный ролик для какого-то хаоса перед выборами Путина. Почему нет? Ну, я думаю, что если это имело место быть, то однозначно будут еще какие-то разборки. Но, скорее всего, что из того, что просматривается, исходя из, скажем так, ситуации на будущее Сергея Селина, у него все прекрасно. У него все прекрасно. Он, скорее всего, где-то уже получил какие-то гранты или получит. Может быть, это и плюс к какой-то работе, но он показал, что он, да, он за Россию, он против всего того, что там происходит где-то на Западе. То есть он с нами, по большому счету. Он с нами. Но ведь сам вот этот материал, он очень-очень такой провокационный, понимаете? И, знаете, здесь добрый и злой полицейский. Или, наоборот, продюсер или сценарий злой, а актер хороший. Но нельзя было этого делать. Нельзя было этого делать априори, потому что сейчас очень сложная ситуация. Да, люди не бегут из городов. Да, города стоят. Но что в этих городах происходит? Что чувствуют люди, которые... Многие не имеют зарплаты. У некоторых вообще хаос. У некоторых дети находятся там. И когда мать, которая потеряла сына, там, и, встречая всех соседей и друзей, у неё только один... Я даже не понимаю, как это произнести. Она говорит, как будто туда, Богу наверх. Но мой же сын погиб не зря. И вот этот опус, вот это творчество, друзья мои, моя душа не принимает. Понимаешь? Она не принимает, потому что вот эта постановка, она настолько противоречивая. И если говорить о том, что здесь Селин, ах, я-то, никто не умирает, никто не... И так далее, всё хорошо. Но место быть, некоторые факты. И тот, кто умеет думать, и тот, кто понимает, у кого душа болит, или же у кого душа не на месте, или же его жизнь между небом и землёй, а таких очень много. Так много. И вот сейчас придёт весна, лето, вы увидите, сколько будет нищих ходить, сколько будет людей ходить и просить покушать. Потому что за квартиры надо платить, за одежду надо платить, семью надо содержать. Вот где проблема. Давайте дослушаем. Простите меня за эмоции. Всё круто, классно. У вас есть текст. Я Сергей Селин. Вот так у нас не всё хорошо. Я сейчас встану и иду. Поним? Ты сейчас договоришься на меня. Ну, мы с вами договорились. Вы ведите эти проекты. Подожди, я твой вариант. Твой вариант отработал, отработал. Теперь мой вариант. Я ещё раз говорю. Я хочу услышать, и чтобы зритель услышал мой вариант. Моё представление о событиях, которые происходят в нашей стране. Очень классно, Сергей. Опять близкий план. Мы снимаем по-другому. Ну, хорошо. Близкий план. Посмотрите, вот он герой нашего времени. Давай. Видел? И? И, дорогие мои, кульминация, завершение. Браво. Браво, браво, браво. Вот этот ролик, за этот ролик, за то, что вот за этот вот сценарий, так сказать, прекрасно сыграл Сергей Селин. Но я вам уже показывала, насколько всё продумано. Вот смотрите, сейчас вот я показываю. Вот сюда смотрим, да? Смотрим, смотрим. Смотрите. Я не буду сейчас включать. Раз. Вот. Смотрите, а потом раз. Его близко нам прямо. Вот. Смотрите. Вот он герой. Дальше дальний план. Пошли, пошли, пошли. Вот он опять близкий план. А посмотрите, какой герой. И ведь он здесь отрицает. Он говорит, что нет, я с вами не согласен. Зачем, спрашивается оператору, режиссёру, который там стоит где-то, управляет всем этим, да? Вот эти близкие планы, когда человек отрицает то, за что ему якобы, ну, я надеюсь, заплатили, да? Идём, 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 идём. И сейчас посмотрите, как хорошо сделано. Ну, это не нарезка из того, что есть, а это заранее. Вот смотрите, опять близкий план. То есть вот он здесь раз. Вот смотрите, как он, близкий план дан человека, когда он якобы не согласен. Друзья мои, эта постановка, и она неудачная. Она неудачная, эта постановка, по той простой причине, что, ну, не продумали. Не продумали, и они даже не подумали о том, что мы умеем анализировать. Как говорится, а что там за кадром? А какой смысл того или иного слова, предложения, реплики, вот этого, скажем, пафоса? Вот я твой сценарный план отработал, то есть, что всё плохо, а теперь я хочу, чтобы мой план зритель услышал. Он не услышит, зритель, твою позицию. Почему? Потому что у тебя есть договор, контракт, по которому ты работаешь. И вот эта постановка, вот эта попытка попасть вот в эту обойму актёров, которые поддерживают всё то, что происходит, я не буду называть. Вот где подлость, по большому счёту. Ведь российский народ, каждый человек, кто-то болеет этим, кто-то ругается, кто-то плачет, кто-то отвергает. Но у него нет выбора, почему? Потому что за спинами вот этих ребят находятся дети, жёны. Понимаете, о чём говорю? И только вот эти звёзды, якобы актёры, артисты, они что-то там пытаются с воды сбить масло. На воде они там что-то нам готовят. Они показывают, какие они героические, как они всё поддерживают и так далее. Не надо этого делать, надо ехать туда. Надо ехать, помогать сейчас тем ребяткам, которые возвращаются из зоны боёв, как в России, так и в Украине. И одни, и другие. Надо спасать их души. Я хорошо помню Афган, когда приходили ребята, и они смотрели вот на таких селиных, которые выскакивали из штанишек, и говорили, да нет, города не погибают. А ведь эти ребята вернутся в эти глубинки и пойдут к этим чиновникам, которые скажут, а я вас туда не посылал. Вот на этом, пожалуй, я закончу. Напишите ваше мнение. Поверьте, этого делать нельзя. Вот страшен вот этот пафос и желание выбраться на пьедестал. Вот чего надо опасаться. Продолжение следует...